здравствуйте вы на канале жизнь приворской деревни к сожалению с такой жарой техника подводит и некоторые звука файлы не сохранились коротко о том что мы сделали и что я собираюсь сделать в этом ролике мы разобрали баню теперь машина стоит во дворе кто не видел ролик переходите в очередной раз решил собрать лом на нашем участке свести его и сдать получить какую-то прибыль и там же купить новый материал чтобы построить крутейший забор а сейчас будет звук здесь хоть и подальше ехать но я вам скажу что повыгоднее сдавать буду сюда возить потому что 19 50 за наличный расчет 20 за безнал засор берут 5 процентов там же где сдавал недавно металл 10 процентов засор берут это много сейчас грязный вес 140 килограмм вот вышли 5 процентов 133 килограмма получается на 2600 рублей я сдал металла и сейчас сразу я их потрачу вот здесь строительных материалах доставил без проблем так вот стоит пока не разгружаю зачем разгружать когда я просто достала здесь начинаю пилить а мы начинаем разбирать вот этот вот профнастил он как раз пойдет он туда к к сожалению соседке нам там будет сделать ограждение у нее там тоже рассыпается все не было очень красиво и сегодня и солнышко периодически выходит телеграм-канале люди задавали вопрос на и на ю тубе в комментариях почему вы начали строить лицевую часть именно сейчас они после постройки дома когда все построится внутри ну во первых здесь все уже разваливается здесь просто ветром осталось только подтолкнуть она улетит посмотреть как перекошен он здесь вот видите вверх и низ перекошен и все уже есть просто весь болтается шатается мы живем здесь и сейчас поэтому строимся здесь и сейчас сделаем красивый забор калитку и будем пользоваться ей уже использоваться а то что строительная техника будет сюда заезжать это беспрепятственно уже будет одна воротина будет двухметровая 2 метра то есть распашка ворот будет на 4 метра то есть сюда можно будет камаза полтора камаза просто в ширину заезжать сюда и ничего страшного в этом не произойдет ничего никто не заденется и забор он никак не помешает строительству забор калитка ворота никак не помешает строительству новых сооружений на данном участке новый забор это лицо нашего участка я считаю что лучше сейчас это сделать мы считаем это уж сейчас сделать будет красиво очень разобрать потом этот дом не составит труда ты его там разбираешь просто выносишь сюда потихонечку да и все вот этих уже колотушек вот сюда вот поворотов не будет мы сейчас ровно вот так вот сделаем это все будет красота вот и все ну вот этот забор переделаем попозже конечно наверное в следующем году уже сейчас там невозможно работать потому что смотрите выше двух метров уже крапива выросла тут очень много надо вырубать прежде чем что-то строить ограждать из кровельные саморезы тнн самая легкая работа сейчас по завору демонтаж вот профнастил дальше будет интереснее конечно вот такой замок здесь был нет нет я хочу вытащить там же даже отверстие будет еще надо как-то максимально его даст а вдруг там не хватит мне понимаешь то есть наваривать что ли то есть надо постараться отбойным молотком вот здесь вот сейчас отобью это раз потом вот этот столб надо будет тоже снять 2 мне вот интересно как они там перемычку делали между воротами но видимо нет потому что между воротином я имею виду потому что вот такой перекос идет прям сильный играет земля здесь вот видите какой перекос вообще я имею ввиду что снизу они ничего не наваривали между словами между столбами поэтому так вот и играет этот столб ниже этот столб выше вот ничего не выравнивали так вот как-то сделали на скорую руку в общем снимаю 1 столб снимаю 2 столб снимаю 3 столб и все это надо будет переставить что-то вот вот так был закопан здесь и держался петли не цилиндрические а такая вот идет плашка наваренные ну что их наверно просто спилить и все и никуда больше все похоже я докопался до истины где-то на полметра закопал нет ее не поднимешь это очень тяжело мне кажется машины дернуть легче он уже выкопан вытащить просто и все а мне нужно перемычку делать варить ниже ездят они неровно перемычку хотел то есть большую такую так поднимать это да и потом вот и канаву откопать где-то здесь нас ворот начнут канал откопать и заложить перемычку я и подразумевал что здесь будет отбойный молоток работать ну а как стал бы они же заливаются с бетоном более воротные единственное что перемычки как я говорил нету между столбами чтобы они не играли когда грунт двигается а мне надо это сделать будет так и бобину надо раскатать чтобы не сгорела все что свободен что почти чуть-чуть там надо вытаскивать начаток не вытащу бетон надо вытаскивать да 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 давай раз-два потихонечку пошел вверх еще еще раз-два усилия бери все ура первый есть все закапываю метр до метр на метр надо сделать перерыв один столб выкапываем перерыв света тут рыбу выловлены нами засол вот кастрюлька 1000 не всего слушать б на нем я начала готовить салат из огурцов на зиму и решил поделиться с вами рецептом рецепт простой классное здесь можно использовать такие даже переросшие огурцы то есть любого размера каждый день хожу в теплицу и все равно видите что-то да пропускаю накопилось у меня 4 килограмма огурцов здесь нужен укроп лук масло растительное соль сахар уксус точный ингредиент я оставлю в описании под видео и коротенько расскажу технологию приготовления этого салата на зиму вот он очень простой очень вкусный огурчики хрустящие поехали огурцы нужно нарезать с такими кольцами примерно пол сантиметра если огурец уже такой крупный перерос тогда полукольцами мелко нужно нарезать укроп лук я нарезала полукольцами такими четвертинками и понимаю что мне будет тяжело все это дело размешать нужно добавить соль и сахар и растительное масло перемешать и дать настояться вот я думаю когда настоится немножко осядет уже как бы нормально бы потому что меня более большого тазика нету нужно тщательно перемешать я оставить в идеале на 45 часов чтобы огурцы дали сок раньше я всегда давал настояться 45 часов сегодня у меня только 30 минут было я 30 минут дала постоять но тем не менее сок огурцы дали поставила на огонь после того как огурцы закипят нужно подождать 3-4 минуты и добавить уксус миски и потолки я вижу на градуснике плюс 30 под потолком вот под моей головой сразу включаю кондей и вытяжку иначе невозможно после того как огурцы прокипели 4 минуты я добавляю уксус и здесь внимание нужно не передержать то есть где-то 4 минутки еще прокипит с уксусом 3-4 как только огурцы поменяют цвет нужно сразу выключать и закладывать по банкам иначе они потеряют вот свой вот этот вкус будут не настолько хрустящими банки просилизовала поскольку готовлю сегодня не в автоклаве кстати автоклаве тоже есть рецепт огурцов обязательно попробую но сначала вот этот наш любимый прошлом году я его не делала потому что огурцов мне не получилось вырастить в этом году их много из четырех килограмм огурцов получается четыре с половиной литра готового продукта у меня это два четыре шесть восемь с половиной баночек по 05 они полностью трамбовываются сверху заливаются соком и могут храниться при комнатной температуре единственное мы уже по опыту знаем что если перед употреблением положить поставить баночку в холодильник то они будут еще более хрустящими они и так хрустящие а так они будут еще более хрустящими если они будут холодными банки укутывать не нужно они должны остынуть так у меня проснулся маленький человечек у меня по чертежу следующий столб должен ходить сейчас замерил вот здесь буквально вот сколько полметра и вот здесь надо откапывать чуть-чуть не повезло а так можно было сюда его засадить просто все уже отмерено и материал куплен двигать не будем чертеж придется так закапывать закопаем здесь тенек и продувается ветром значит можно сушить рыбку вялить я когда в прошлые разы вот так вот развешивала было много комментариев что люди не потрошат просто солят и сушат и я тоже подумала почему мне не сэкономить время и не потрошить пойманную рыбку заморозила сначала на пару недель потом засолила но я тут по хребту чувствую когда уже готова где-то дня три-четыре она была в холодильнике вместе с солью потом я вымачиваю воде чтобы смыть соль и все и раскладываю в сушилку коты уже мяукают чувствует запах рыбы соль мяукает лежит почему она даже лежит она даже не встает лежа мяукает это кушки подлещики плотва такие небольшие которые мы сберега ловили крупные лещи они еще пока в морозилке даже не замуж за коптим или пожарим которые совсем большие посмотрим как пойдет и и ага сейчас отдался он все фух ура есть второй готов так может пока не закапывать на что рядом возможно здесь надо будет что-то сделать сейчас дух переведем водички попьем все столбы уложил в общем полный демонтаж старых ворот и забор сделан остался он там один столб сейчас от него буду натягивать нить здесь я уже даже подкопал немножко потому что было в горку шло все сейчас иду за ниткой и мотобуром у меня вот такой вот есть подвесной уровень я натянул сейчас нитку по низу ну так более-менее чтобы понятное дело что она здесь провисает сама нить подвесом а самого уровня но все же надо хотя бы какой-нибудь знаменатель сколько тут ну надо опускать опускать надо даже опускать надо даже таки на котором подключена адсенс вот и поэтому проблемы какие-то получается чтобы нас не потерять подписывайтесь на наш телеграм-канал он всегда в закрепленном комментарии и в описании а также на дзен яндекс дзен у нас дублируются туда ролики вот милости просим на яндекс дзен и телеграм-каналы а это еще связано с тем что сервера на самом ютубе не обновляются уже давно и ну некуда видимо информацию уже сохранять представляете сколько роликов в день грузится на сам ютуб и куда их хранить вот не знаю но возможно из-за этого потому что у меня буквально за 20 минут грузился ролик на ютуб а вот вчера уже 2 часа и и и и и Продолжение следует... 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 со старым железом мы уже разобрались все начинаю доставать новый материал и делать воротины все пока все сделал вот такой вот прямоугольник вымерили сейчас диагональ и сейчас буду прихватывать и и здесь вот так же сделаю соединение будь здоров перпендикулярные да и потом уже на месте буду их разваривать переворачиваем ее просто с этой стороны варить буду поднимай и кладем аккуратно также на ламинат все спасибо у нас обед приятного аппетита перерывчик жарко на улице денька нету пока спрятаться некуда варим прям на улице здесь на солнце спасибо спасибо жарко я уже почти закончил каркас ворот вот укосины у меня были я можно было конечно сварить вот такие большие но зачем тратить материал когда есть остатки вот из остатков я сделал вот такие вот укосины по всему периметру воротин вот получилось неплохо чем я варю сварочный аппарат рессанта инверторный со и 220 т люкс вот как раз таки этим аппаратом я научился варить год назад еще я сварил теплицу что мне нравится форсаж дуги и горячий старт он сразу начинает варить электроды не залипают здесь для новичков есть автоматическая настройка для мм и сварки значит здесь вот режим синергия если включить его кстати он настройка не сбрасывает вот сейчас у меня ток 75 если я нажму сюда все я в режим синергии вышел сейчас и автоматически то есть если вы выставите настройки там вот у меня толщина металла двойка электрод стройка вот и он это запомнит и и все нормально и варишь спокойно очень нравится легкий ничего здесь сверх естественного не мне в нем нету и вот я и и самое главное что он еще и в минус можно с ним работать я во сколько но в минус 15-20 я точно варил с ним проблем вообще не было единственное что я поменял провода вот эти вот сделал по богу по длине и купил провода сколько у меня тут 3 3 метра на минусе 3 метра на полюсе мне хватает забраться на лестницу и что-то заварить и у ли санты пять лет гарантия то что мне нравится он ни разу не сломался везде со мной где только я не экономлю на нем потому что если вот такие ворота покупать я не знаю даже сколько не будет стоить а тут своими руками со сварочным аппаратом покупаешь только электроды ну и набиваешь руку супер вот сейчас уже начнем представлять столбы сейчас еще пару моментов здесь закреплю засовы столбы и наваривать на них петли а потом всю эту конструкцию поднесем наверное там уже будем наваривать петли чуть поближе потом поднесем уже и снизу еще надо будет перемычку вот это вот приварить вот здесь вот 60 она по моему на 80 что ли вот и все и начнем заливать все это дело заливать наконец-то ну а на месте я уже вот это вот распилю вот здесь раз половине и все и мы откроем наконец-таки воротины но и не забываем про калитку калитку тоже надо приставить приварить в общем калитка и ворота это рядом это через один но сразу на одном столбу все находится сложность в том что все это вымерить надо чтобы ничего не клюнуло в том плане чтоб она не стукнула потом открывалась нормальная когда пучение грунта ну мы посмотрим это все со временем узнаем как она у нас получилось еще будем заливать наверное ленту сегодня я думаю успеем построить вот правда правда я немножко может быть даже не рассчитал дим кто-то мне зашкурил старый профиль ну придется его сваривать наваривать и мне осталось вот там одна палка 20 на 40 6 метров и вот еще лежит все больше у меня нету а здесь нам надо 11 метров построить но не без помощи вот этого сварочного аппарата со и 220 люкс рисанта сегодня убираю с теплицы с помидорами очень много будет помидор и первый раз у меня получилось вырастить вот такие огромные я заметила что начинает подгнивать плоды в общем-то взялась сегодня убираю все листья нижние вот такая красота получается там черные помидорки до сих пор такие черные я почитал интернете не должны такие стать более-менее красными тогда их можно будет есть так есть которые спеют постепенно здесь я пока еще не убрала ведь на нижние листья все поэтому теплица замульчирована очень было много вопросов по поводу мульчи у нас нет дождей и поэтому косить нечего вот эти вот отдельные кустики то что вырастает это где-то за три недели получается в этом году я косила газон газонокосилка всего два раза мне хотела мульчи на эту теплицу вон там где перцы посередине и немножко там по деревьям то есть все это все вот так вот каждый набираю бочку шланга поливая все в общем то даже не знаю мне кажется что может быть даже неплохо что нет дождей потому что меньше грязи и стройки это все не мешает дождь и да там инструменты все эти собирать убирать и варить и так далее но главное что была вода в общем то все ждут вот этих помидорок меня даже попросили дайте парочку помидорок на семена в общем то так вот в этом году конечно не что такие огромные огромные грозди здесь мы уже конечно покушали где поменьше убираем пасынки все что разрослось надо все это дело проредить так скажем потому что в интернете почитала это либо недостаток полива либо почва почва да не айс согласна в общем то и вот эти листья тоже все мешают воздухообмену поэтому еще не решила заняться помидорной теплицей завал завал подними вчера работали допоздна и я сейчас смотрите вот выложил вот так вот посмотреть сколько у меня осталось 20 на 40 вроде как хватит для поперечин а получилось выставить основной каркас это калитка и ворота и залить ленту вот пока засов не делаю потому что буду обшивать там дальше еще думать надо какой засов у этих ворот будет в распашных поперечины доделать здесь кое-где доварить вот места я тут с той стороны приварилась этой нет вот надо будет проварить ну и и с калиткой поработать потому что мне она не очень нравится надо будет ее снять надо кстати сейчас докупить приехать я потерял подшипники сниму эти петли новые повешу вот работы много еще ну и планируем покрасить погнали закраской теперь калитка вот такая здесь было две перекладины 1 2 а мне надо было чтобы она была одна и вот так вот посередине проходила как и ворота теперь калитка открывается и закрывается спокойно потому что петли висят новые сейчас пока вот так вот и и открывать ручка снята сейчас мы лапку здесь туда все она спокойно открывается здесь тоже перемычка сверху вот такая наварена все до самого конца у так раз и все петли с двух сторон поварил здесь и с той стороны с внешней так вот закрылась отлично переходим к воротам надо делать их все в эту сторону открывается это уже хорошо но она не откроется до конца пока мы тут земли не вытащим не вывезем вот такие ворота немножко не состыковка вышла пришлось тут подпилить подрезать говорится все закрывается теперь ровно на уровне надо вот здесь немножко сейчас прихватить и все с воротами закончим а мы идем на обед руки помыли кушать будем сейчас холодный холодный нет на трасс горячий борщ пряники свой хлеб сейчас кофе будет приятного аппетита всем кто кушает и хорошего трудового рабочего дня свекла какая-то громидная выросла причем на месте где лук растет лук это не простое с красной головкой морковку морковка пока не очень но я немножечко и все равно уже на супчик насти погрыть такая принципе здесь покрутнее другой сорт кстати лук я же обычного сажала из рассады кто помнит и он уже в середине июля был огромный в этом году я просто оксинами в рядку посадила пока вот такой один раз его окучила еще раз потом окучить не успели мы немножко и световой день заканчивается и ливень пошел сегодня 50 на 50 обещали дождь а вот он пошел к вечеру половина вот ну сколько чуть меньше половин покрасили в коричневый свет потом это все наверно насмарку потому что только что закончили красить жалко конечно не успели немного ничего не поделаешь придется пережидать а дождя мы долго ждали на самом деле просто он не вовремя когда мы работаем пошел а это уже готовая посолька та самая крючковая мы Жене ее очень любим котлетки из телятины я ее предварительно отварила буквально 5 минут потому что она свежая сейчас немножко соком припитается котлеток это другой день другое утро вчера к сожалению из-за дождя у нас не получилось докрасить вот сегодня в 640 света встала и докрасила все это дело и сегодня же мы она уже высохла она быстро сохнущая коричневая краска весь вот каркас покрашен окрашен там немножко надо будет освежить потому что дождь он все-таки сделал свое дело матовый такой цвет докрасим чуть-чуть краски осталось сегодня будем наполнять данный каркас и уже увидите очертания вчера к нам еще приезжали зрители нашего канала на нашу стройплощадку в общем познакомились пообщались очень приятно в телеграме сначала списались ну одна семья приехала просто вот по пути проезжала и решили заехать мы как раз вот здесь вот что делали ну еще пока варили вот кстати целая пачка электродов ушла на 11 метров чуть больше 12-3 метра сварить такой каркас и лопачки электродов ну и пообщались с ними объяснил куда доехать где можно отдохнуть с палатками на берегу волги ну и вторая семья а нас тебе привет смотришь знаю теперь знаю что смотришь в общем тоже познакомились приехал с сыном правда не знаю на мотоцикле вроде приехали не видно было за прицепом и объяснили там как откосы делать в окон человек окнами занимается но это мы чуть позже опять же потому что у нас есть такие масштабные масштабные проекты которые надо закончить плюс еще вот снос вот этого вот этих синей впереди сейчас тоже масштабное мероприятие на наш телеграм-канал информация поступает быстрее чем на youtube кто еще не там переходите по ссылке всегда в описании и люди в комментариях уже задают вопросы из чего вы делаете такой красивый забор заборная доска я выбрал размер 120 на 12 2 метра высоту вообще компания вот грант который производит вот такой материал она режет на заказ вот мне нужно было два метра привезли два метра сама заборная доска из дпк цвет венге вот так вот закручиваем вот и все и необходимо учитывать тот факт что материал из дпк имеет линейное решение с глубоким двухсторонним тиснением текстурой дерево посмотрите какая красота и доска полнотелая когда вам ее доставляют она должна отли отлежаться пару дней для того чтобы акклиматизироваться сама доска крепится вот на такую винт стяжку диаметром 8 миллиметров окрашена в цвет заборной доски цвет венге вот так вот закручиваем вот и все и необходимо учитывать тот факт что материал из дпк имеет линейное расширение поэтому отверстия в самой заборной доске делаем чуть больше на миллиметра два иначе если будете крепить жестко то доска может выгибаться целом мне материал очень понравился стильно выглядит за дороги точно будет забор выделяться его кстати вот мойка высокое давление если он загрязнится вдруг можно легко отмыть не боится солнечных лучей влаги насекомых но занозу точно здесь не получишь по крайней мере я знаю четыре вида крепления заборной доски это классический штакетник жалюзи плетенка и я выбрал шахматку мне очень понравилось шахматный порядок во первых забор выглядит как 3d вы получается да с одной стороны с другой стороны он будет красивым не как вот в металлопрофиле например вы профлист закрепили с той стороны там красиво а с этой стороны у вас каркас ну как-то не очень а здесь я буду крепить вот так вот то есть сначала крепится лицевая часть все вымеряется ну и потом уже крепим заднюю часть и получается вот такая вот красота вот видите чуть позже вот этот пролет мы сделаем я покажу как это выглядит у компании вот грант вся продукция сертифицирована по госту только первичное сырье удобная логистика а про от оплата при получении продукция выполнена в пяти цветах можно посмотреть образцы на валберес и озон ну и если кто заинтересовался оставляю все полезные ссылки в описании под этим роликом а мы продолжаем крепить забор минус 2 сверла нужно вовремя остужать хотя мы остужаем но они уже немало отверстий здесь просверлен у нас есть запас я брал три сверла девятки и еще есть запас там поменьше сверла сейчас мы насверлили здесь вот до конца чтобы технологический процесс не менять просто насверлили и будем сейчас крепить доску но крепить мы будем после обеда у нас кстати тучки сегодня в деревне это очень хорошо прохладно ветерок и вот такой борщец как раз под на такую погоду будет супер приятного аппетита сегодня и жарко и прохладно на улице огурчик бери с огорода ну вот он как выглядит шахматный порядок мы уже начали крепить обратную часть забора и вот он посмотрите 3d забор красота красота все под размер здесь это вот так выглядит но там солнышко светит вот так вот покажу вот здесь получается вот такие шахматы глухой шахматный порядок супер сейчас закрепим все и покажем результат вот этого пролета этот ролик получился насыщенный кто досмотрел до конца огромное вам спасибо я сейчас вам покажу что получилось просто вы начинали смотреть со старым забором а заканчиваем смотреть вот таким видом здесь уже на участке посмотрите это внутренняя часть участка забор очень красивый получился он как бы глухой и в шахматном порядке то есть такой 3d забор с этой стороны вообще просто соседи уже подходят спрашивают такой же хотим что за доска как вы это все сделали так вот своими руками варим делаем самое сложное было это конечно вы вымерите закопать поднять вот эту конструкцию это же вот эта конструкция калитка ворота с тремя столбами это все одна конструкция на просто закопанной там перемычки две больших очень было тяжело все мы троем поднимали света дима и я троем понимали вот это вот каркас и ставили надеюсь она не сыграет со временем очень мне понравилось ну а как вам пишите в комментариях в следующих роликах вы уже увидите финишный вариант обязательно все покажем спасибо что были с нами но и ладушки